Друзья, всем привет! Меня зовут Кристина, вы находитесь на канале Фруктовый Мастер. И сегодня у нас обзор вкусняшек. Сегодня мне помогает Дуся. Вот она выглядывает. Любопытный маленький носик. Будет смотреть, что мы тут вкусненько едим. А приготовили мы следующее. Вот такие замечательные зефирки. Машмеллоумен называется. Что-то новенькое. Первый раз вижу такую упаковку, поэтому взяли и попробовать. Все красиво. Очень красиво они выглядят. Это жевательный зефир с ароматом абрикоса, ванили. Но единственное, что смущает, это надпись, которая в составе написана, что... Сейчас процитирую. Внимание! Продукт содержит красители, которые могут оказывать отрицательное воздействие на активность внимания детей. Вот что это интересно за такой продукт, я не поняла. Поняла. Но он остораживает. Ну, ладно, если много мы не будем, попробовать все равно надо. Да, Дуся? Поэтому пусть внимание затормозится. Сейчас проверим. Итак, вот они такие веселенькие. Дуся, давай. Вот они такие веселенькие. Красивый пахнет. Очень вкусно. Мягенькие. Наверное, какао с ними клево. Кухненькие такие. Тебе нравится? Ну, собачкам сладкое нельзя, поэтому это я не буду давать. Кемоза. Ну, как и все стандартные зеверки, которые я пробовала. Ну, прикольно. Нам целый пакет. Да, целый большой пакет. Поэтому такой запас вкусняшек. А еще и не одну, пожалуйста. Ну, не знаю, я вам бы вам показала. Ну, я это много съесть не могу, поэтому все. А я не очень сильно сладкие. Такие средненькие. Вкусненькие. Собачка Дуся, иди ко мне. Надо это дело, наверное, запить. И поэтому мы подготовили вот такое капучино. Let's be. Что такое? Объезжай, подожди. Там ничего не видно. Вот такое капучино. Let's be. 240 миллилитров. Написано, что там натуральный кофе, обезжиренное молоко. Еще какие-то штуки, чтобы это все хранилось в течение 18 месяцев. Вот, ну что, пробуем? А, здесь еще такие штучки есть, типа для слепых. Они могут что-то прочитать. Интересно, что они могут прочитать. Ну, только и слабовидящих. Ну, и слабовидящих, да. Что же это такое? Пьется оно холодным. Оп, гуси. Вот, тусина попа в кадре. Реально, кофе с молоком. Прям такой... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. У нас здесь стаканчик. Попробуем. Да, вот, реально, кофе с молоком. Попробуем. Обычно кофе пьют горячим, а сегодня мы будем пить холодным. Сладко! Сладко, очень сладко. Для любителей сладости. Вообще, я сказала, что кофе больше пить не буду. Но вот сегодня уже испортила, как это? Нарушила свои обещания. Ну, капучино тут особо не пахнет, если я скажу. Вот, напоминает кофе, который у бабушки, такой растворимый. Растворимый кофе, когда бодяжили, замешивали его там со сгущенкой, вот так. Потом это все заливали. Вот я в прошлом видео, кстати, рассказывала про капучино, которое мы делали в детстве. Вот это оно, только холодное и разлито вот по таким баночкам и продается в магазинах. Так. Хотела посмотреть, где. Где-то местного, местного приготовления. В общем, да, вот такой напиток. Не стоит пить детям. Так, а для детей у нас вот такая штучка. Мадусе тоже нравится. Такие веселые штучки. Лошадки. Да, что еще надо для веселья? Такой классный завтрак называется Unicorn. 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 Помимо того, что здесь классная лошадка, они разноцветные, эти шарики, так еще и здесь внутри наклейка. Наклейка. Наклейка с разными вдохновляющими надписями. Там всегда впереди. Лечу к мечте, верю в себя. А еще можно развлечься и раскрасить вот такую замечательную раскраску с лошадкой. То есть можно завтрак провести с пользой, так сказать. Не знаю, пользуются ли этим дети. Пользуются ли дети этой возможностью? Это надо у родителей спросить. В моем детстве не было таких раскрасок, поэтому я не знаю. Ну что, Дуся, смотрим, что там. Дуся, 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 давай сюда. Оп. Парам. А вот и... А вот и... Вкусняшки? Вот наклейка. Она такая приличненькая, размер большой. Прям наклеена сразу на пленку. То есть ее сразу отдираешь и приклеиваешь к столу. Ну, или к стакану, например. Сейчас мы это и сделаем, кстати. Оп. Обожаю приклеивать наклеечки. Сейчас мы сделаем хорошо. Оп. Так, вот так весь дом заполняется наклейками постепенно. Что? Ты можешь посмотреть на мою новую наклейку? Пожалуйста. А вот они, штучки. Напоминает Дусян корм. Да, Дуся? Дуся так одиноко бродит по столу. Давай сюда. Вот сюда садись. Итак, сейчас мы будем готовить завтрак. Итак, шарики разноцветные. Коричневые, желтенькие и красненькие. Все такие липкие и сладкие-сладкие. Они же колечки. Шарики, они же колечки. Они же колечки, да. Они пропитаны натуральным красителем. На основе овощей. Это редис какой-то используется. Фруктов и еще чего-то. И ягод. Вот. Ну, говорят, что без консервантов. Абсолютно натуральные. Но забавные такие, сладенькие. Ну, теперь будем готовить завтрак. Насыпаем сюда. Дуся, как тебе? Нравится? Нравится? Не знаю, Дуся можно, наверное, дать попробовать. Такую штучку. Ну-ка. Как? Дуся ест, значит, хорошо. Значит, можно есть. Итак, единственное, что вот я насыпала эти штучки. Насыпайте сколько нужно. И разбавляйте чем хотите. Можно соком, можно йогуртом, можно молоком, можно кофе. Кофе, ну, можно, конечно, но какао, наверное, да, какао оба вкусно было. Итак, мы разбавляем сегодня молоком. Разбавляем все это молоком. Наливаем молока, кто как любит. Можно, кстати, молоко подогреть. Мне больше тепленькое нравится. Кто-то любит хрустящие эти штучки. Оп. Ложечка. А теперь все это намешали. Все тут уже облизывается во всю. Намешали, намешали. Ну-ка. И теперь за маму, за папу. Здорово, очень ароматно. Ягодками пахнет. Как будто ешь мюсли фруктовые. Мне нравится. Кстати, любимые мюсли это клубничные у меня. А тут прямо они такие ягодные. Очень вкусно. Боже, чего радует розовый цвет? Да, не зря здесь такая шалошатка веселенькая нарисована. Да, все вот как-то. Можно сюда, кстати, попробовать. Сюда и вот этого добавить. Почему бы и нет? Почему бы не устроить? Завтрак с такими штучками, вот. В какао же добавляют. Сюда тоже можно добавить. Так что сейчас... Ну, очень вкусно. Мне даже не оторваться. Не ожидал, не ожидал. Сейчас закончим. Завтрак просто обалденный. Мне очень нравится. Я думаю, вы будете довольны. Довольны. И это еще не все. Сегодня у нас еще один напиток. Слышите, как шуршит. Да, вот Дуся сразу привлекает внимание с утра. А можно не с утра. Это фруктовый чай с натуральным соком. И еще помимо сока есть еще витамин С. Прям создан для того, чтобы укреплять иммунитет. Вот такой чай можно заменить... Вернее, обычный чай можно заменить вот на такой чай. И укреплять свой иммунитет, повышать здоровье. Состав, конечно, меня, можно сказать, порадовал. Ничего такого странного я там не нашла. Прям все как есть, так и написано. Но чай довольно странный, согласитесь. Мы такой не привыкли. Делается он очень просто. Добавляется 3-4 ложки в стакан. И заливается либо горячей, либо холодной водой. Здесь фруктики нарисованы. Наверное, эти чаи бывают разный вкус. Вот этот с лимоном. Написано, что содержит натуральный сок. Ну, не натуральный сок, а натуральную лимонную кислоту. Вот. Главное, что витамин С имеется. Так, открываем. Открываем. Ну, такой... Для меня, например, такой немножко химозный запах есть. Я не очень люблю это дело. Знаю такие чаи, чьи давненько уже есть. И как-то они особо не пользовались. У меня спросом. Ну, попробуем этот. И так. В общем, запах такой. Как будто добавляешь... Ой, как будто пьешь... Как он называется-то? Таблетки такие. Витамин С. Шипучие. Вот по запаху... Именно такой запах. И так, значит, добавляем. Раз. Два. Три. Четыре. Что же будет происходить сейчас? Сейчас будет твориться волшебство. Видите? Сейчас из этого сухого-сухого напитка... Сейчас что-то будет. Как же он там растворится, а? Пробуем, наливаем. Не знаю, чтобы вам поведнее уже было. Оп-оп-оп-оп. Во! Он мгновенно просто тает, становится коричневого цвета. Опа! А вот и чай. А вот и цвет чая появился. А я думала, какого цвета будет? Смотрите-ка. Немножко мутноват, конечно, для чая. Но чай с лимоном самое то. Вот такой коктейль у нас получился. Сейчас. Я даже не знаю, пробовать его или нет. Кока-кола. Практически. Итак. Знаете, я бы чаем это особо не назвала. Хотя, да, немножко есть что-то чайное. Это как вот сейчас в бутылках продается всякие ягодные. Вот. Вот это вот только в сухом виде. Вы можете у себя дома намешать 4,5 литра вот такого чая. Взять его холодным, налить с собой и удалять жажду летом. Еще добавляю туда... Ой, еще рекомендую туда добавлять лед. Чтобы было более свежо. Мяты. Можно лимончиком вкусненького чего-то. Ну, такой приятный, да. Мне кажется, детям очень понравится. Ну, мне не очень. Интересно. Вот посмотрите, попробуйте тоже, а? И напишите, вам нравится или нет. Напоминает... Напоминает... В общем-то шиповник не напоминает. Мне все напоминает. Но становится тепло, жарко, а значит, эмунитет у нас поднимается, разогревается. И здоровье прибавляется. Итак, друзья, на сегодня все. На сегодня мы сегодня посмотрели, что такое растворимый чай, что такое кофе в банке, холодное, в железной банке, что такое вкусные разноцветные шарики, разноцветные, и что такое маршмеллоу в такой гигантской упаковке. Что же это такое? Все попробовали, все посмотрели, все можно есть. Поэтому приятного аппетита, до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok